Поток туристов в Якутию за последние годы вырос на треть, а объем платных услуг в этой сфере почти в два раза. Что привлекает приезжих в Якутии и что тормозит развитие отрасли в материале Марианны Кутуковой? Природы Якутии заворажат любого. Свидетельство тому – рост запросов во всемирной паутине. По сравнению с 2014 годом, когда запросов по слову Якутии было 2000 по всему миру, в этом году они выросли вдвое. Поток туристов тоже растет, но даже опытные туристы не всегда знают, что их может ждать. На днях двое туристов из Москвы, сплавляясь по реке Дербеке в горах Верхояния, чуть не погибли. Не окажись у опытных туристов спутниковой связи, неизвестно, успели бы прийти на помощь якутские спасатели. Если бы не вы и не помогли, то не знаю, что бы мы с нами были. Просто мы погибли. Своевременно, конечно, спасибо. Все, самое время. Отсутствие качественной связи, транспортная логистика, инфраструктура и ценовая политика все еще остаются. Основными проблемами развития туризма в Якутии. Но даже в Якутске, желающие отдохнуть с комфортом, не всегда могут довольствоваться тем, чего ждали. Я еще раз убедился, что в Якутске не хватает больших гостиниц. Нашей большой делегации из 170 человек пришлось разделиться на пять групп и остановиться в нескольких гостиницах. Мы чувствуем необходимость строительства гостиницы в Якутске. Министр Антон Сафронов, курирующий отрасль, не понаслышке знает о запросах иностранных туристов. Когда мы будем здесь строить гостиницу мирового уровня, тогда уже туристы, особенно из Азиатско-Тихоокеанского региона, уже будут рассматривать Якутию как более серьезное место, как серьезная дестинация по туризму. Бриллиантовая неделя в этом году будет проводиться в Москве. Это лишь один из маркетинговых шагов для привлечения туристов в республику. А таких проектов, а главное комплексных мер, чтобы решить проблемы в сфере туризма, требуется еще немало, констатируют специалисты отрасли. Якутия вообще в принципе, она превосходит, на мой взгляд, она превосходит вообще все регионы России по количеству брендов, которые интересны иностранцев. То есть это и мамонты, это вечная мерзлота, это круизы-полени, это национальная культура, ну ее, конечно, нужно на первое место поставить. Якутия планирует к 2030 году нарастить туристский поток до 200 тысяч человек. Налоги от отрасли до 1 миллиарда рублей. Пока же эти цифры в 4 раза скромнее.